Добрый день, эфир канал России продолжает программу Вести Рязань в студии Юлия Ларина и коротко о главных темах этого выпуска. На новоселов надеются на потепление, трубы оголены и жители платят за отопление улицы. Сегодня день без табака. Всемирная организация здравоохранения призывает заядлых курильщиков хотя бы на сутки отказаться от сигарет. Уйти от ответственности не получится. Полицейские выявили факт хищения в Ринвестбанке. Почти полмиллиона долларов подозревают топ-менеджеров обанкротившегося финансового учреждения. Топ-менеджеры обанкротившегося Ринвестбанка подозреваются в хищении активов финансового учреждения. Аферу обнаружили полицейские. Напомню, банк заявил о своем банкротстве в июле этого года. Но прежде чем запустить процедуру ликвидации финансового учреждения, его руководство, как считают полицейские, похитило у банка крупную сумму. По сути, присвоив себе все активы. Незаконные действия выявили благодаря скоординированным действиям сразу нескольких силовых ведомств. Управление экономической безопасности и противодействие коррупции ФСБ и прокуратура региона. В домах и офисах подозреваемых проведены обыски и изъяты документы. Председатель правления банка и его заместитель задержаны. В проведенной проверке установлено, что топ-менеджер путем изготовления документов, содержащих заведомо ложные сведения, похитил у банка денежные средства в размере 578 тысяч долларов США и 116 тысяч евро. По данному факту, следственным управлением МВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отопительный сезон идет полным ходом, а жители улицы Новоселов так и не дождались, когда сотрудники РМПТС изолируют трубы. Теплоотдача идет в никуда, а люди платят деньги за обогрев улицы. Ольга Андреева разбиралась с ситуацией на месте. В домах прохладно, зато улица отапливается. Раньше трубы около дома номер 54, корпус 2 по улице Новоселов находились под землей, но из-за близкого расположения грунтовых вод они гнили. РМПТС, а именно им принадлежат коммуникации, вывели трубы наружу, обмотав их утеплителем. И вот уже 8 лет слой постепенно разрушается, но восстанавливать его пока никто не торопится. Вот так на протяжении уже многих лет, пока вот эту трассу вывели наружу, то есть мы боремся постоянно, звоним, ездим в РПТС. Они не делают свои обязанности, хотя 3 метра муниципальная земля принадлежит именно РПТСу. Мы им еще летом не говорили, что почему трасса, почему мы все жильцы дома такие деньги платим за отопление, и почему мы должны отапливать улицу. Мы дозвонились в тепловые сети. По поводу обращений сейчас не могу ничего сказать, были или не были, на память не помню, по крайней мере. Мы это дело обследуем, если там действительно есть нарушение изоляции, мы ее восстановим, конечно. До конца ноября мы восстановим. Это, кстати, на качество теплоснабжения никак не повлияет. Жители дома рады бы поверить данному обещанию, но подобных отговорок и отписок у них скопилось достаточно. Например, все лето жители обращались в теплоснабжающую компанию с просьбой вырубить кусты вокруг теплотрассы и скосить траву, чтобы снизить пожароопасность. Через три месяца в сентябре прислали они ответ. Прислал сам директор РМПТС. Он пишет ей, вот у нее бумага есть, он пишет, что у вас все устранено. Деревья вырублены, теплотрасса, окос травы сделан, все сделано, все полностью устранили. Мы, конечно, с ней были в шоке. Указанные работы все же провели за несколько дней до съемок сюжета, но лишь частично. Спильные ветви так и остались валяться рядом с теплотрассой. Теперь жители ждут начала работ по восстановлению утеплителя. Кстати, подобная ситуация наблюдается во многих рязанских дворах, где трубы проходят над землей. Прошлый отопительный сезон вызвал массу вопросов к РМПТС. Жилищные инспекции и Ростехнадзор выявили, что теплоснабжающая организация подавала в дома рязанцев воду заведомо заниженной температурой. Возможно, что терялся градус, в том числе и из-за нарушения теплоизолирующей обшивки. В Рязани состоялся первый открытый форум областной прокуратуры. Это площадка для открытой дискуссии по актуальным вопросам между прокурорским и экспертным сообществом, представителями органов власти, общественных организаций. Темой первого заседания стала защита прав инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды, занятость инвалидов и получение образования. В Рязанской области почти 150 тысяч людей с ограниченными возможностями, что составляет 13% численности населения. По мнению прокуроров, реализуемая в регионе социальная политика не в полном объеме защищает права инвалидов. Об этом свидетельствует нарушение закона. В текущем году прокурорами выявлено более 600 нарушений закона, затрагивающих права и интересы инвалидов. Прокурорами приняты меры, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, социальной и транспортной инфраструктуры, лекарственными средствами, а также в защиту трудовых, жилищных прав и права на доступ к информации, права на образование. Они могут быть и психологами, и сыщиками. И главная их задача – охрана правопорядка. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые полномоченные. Главное – связующее звено полиции и горожан. Как проходят рабочие будни охранителей городского порядка, знает Жанна Алпатова. Раннее утро. Пока нет срочных вызовов, участковый Василий Тутина разбирается с бумагами. В одном – заявление, сообщение о краже, в другом – жалобы на буйных соседей, в третьем – крик о помощи. Пьяный муж избивает жену. У меня участок расположен на территории Центрального парка культуры и отдыха, вот здесь. Также у меня на территории находится стадион ЦСКА. Ну и, соответственно, жилой сектор, который начинается от улицы Гагарина, переходит по Братиславской, по Баженово. Собственно, такая вот большая территория, на которой проживает около пяти тысяч человек. Знать всех в лесу невозможно, но неблагонадежных жителей района помнить участковый обязан. Проверка обстановки во время обхода. Люди никакие подозрительные не ходят здесь? Нет, нет, не было. Крики какие-нибудь, шумы? Слышали что-нибудь? Да нет, все спокойно. В ночное время? Да нет, здесь все спокойно. Какие-нибудь автомобили здесь стояли, которые вызвали у вас подозрения? Да нет. Этот район находится у нас в таком месте, где постоянно скапливается большое количество людей, особенно в летний период. Так как здесь посадка, на данный момент сейчас в такую погоду здесь мало кто собирается, но все равно периодически нужно проводить профилактику участка, чтобы не допустить развития криминала на нашем участке, чтобы у нас всегда все жили тут дружно и спокойно. От улицы Баженово до Центрального парка культуры и отдыха всего несколько минут. Сейчас темнеет рано. Студенток, возвращающихся с учебы, Василий Тутин провожает до ближайшей освещенной улицы. Важно, чтобы находились участковые около нас или хотя бы в нашей зоне охраняли, потому что сейчас очень много таких людей, грубо говоря, неадекватных. И из-за этого очень страшно. На помощь полицейским приходят и дружинники. Сейчас в области 216 таких объединений. Ведь в день случается не одно происшествие. Недавно я задержал граждан, которые на моем участке искали, так сказать, закладку. Я их задержал, соответственно, после того, как мы их досмотрели, у них оказались при себе наркотики. Они вели себя очень вызывающе, были неряшливо одеты. Естественно, они вызвали у меня подозрения. А Василий Тутин снова на работе. Каждое утро по квартирный обход, общение с жителями и слова поддержки, придающие уверенность в наступающем дне. Жанна Алпатова, Сергей Громотеев, Вести, Рязань. Страховой полис ОСАГО в бумажном виде уходит в прошлое. С 1 января 2017 года все компании, которые занимаются страхованием автогражданской ответственности, обязаны будут продавать клиентам полисы ОСАГО в электронном виде. Таким образом, автовладельцы смогут приобретать и продлевать страховку, не посещая офис компании. Как обещают страховщики, нововведение не повлияет на стоимость полиса. Еще одно изменение, которое ждет страховой рынок, связано с натуральной формой возмущения ущерба при ОСАГО. Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Если сейчас большинство выплат в России осуществляется в виде денежной формы, и нужно признаться, что очень часто этих денег не хватает полностью для оплаты ремонта пострадавшего автомобиля, то, повторяю, с изменения норм закона предполагается, что страховая компания будет давать направление на ремонт, и человек будет получать отремонтированную машину без всяких доплат. В России курит каждая десятая женщина. Данные статистики неумолимы. Врачи только руками разводят погубное пристрастие. К никотину не может оставить даже будущая мама. К чему приводит такая зависимость, расскажет Алла Шенфельд. Это музей не эстетической красоты, а человеческих аномалий. Здесь падал в обморок не один посетитель. Почти полная коллекция как внешних, так и внутренних патологий новорожденных детей. Зрелище не для слабонервных. Наглядное представление того, какие последствия может нести в себе пагубная привычка родителей. Вот вам пример, пожалуйста, такого преждевременного рождения ребенка. При курении действительно это бывает часто. Здесь не только читают лекции будущим медикам, но и проводят экскурсии для школьников. Молодежь реагирует по-разному. Одним экспонаты внушают ужас, другим дают пищу для размышлений. И все же реальная цель музея – не запугать, а предупредить. Студенты, конечно же, получают полную информацию о вреде той или иной вредной привычки. И сами они, как будущие гигиенисты и врачи, должны вести разъяснительную работу со своими пациентами в больницах. Сухие цифры статистики не внушают оптимизма. Сегодня в России курит почти половина мужчин и каждая десятая женщина. Особую тревогу медиков вызывают будущие мамы. В Рязани почти каждая третья пациентка родильных домов не может бросить пагубную привычку. Даже зная, что с каждой выкуренной сигаретой шанс родить здорового ребенка неумолимо снижается. В утробе матери малыш недополучает правильное питание. Он не получает того достаточного кислорода, который нужен для правильного его функционирования. Плацента работает уже как больной орган, так как сосуды ее поражаются под действием никотина. И, соответственно, этот ребеночек рождается уже больным. Курение – главный фактор преждевременных родов, говорят медики. Как правило, младенцы, родившиеся раньше срока, чаще всего становятся пациентами отделения реанимации. Малый вес, неразвитость внутренних органов и многочисленные врожденные пороки – лишь малый список последствий влияния никотина на организм детей. Вред от курения матери ребенок будет ощущать на протяжении почти всей своей жизни. У этого уже взрослого человека риск гипертонических заболеваний высокий. Это значит, что у этого ребенка будет чаще в детстве болеть голова. Он будет плохо учиться в школе, будет плохо запоминать, он будет больше уставать. Это будет часто болеющий ребенок. Одними профилактическими беседами ситуацию кардинально не исправить, говорят медики. Остается одно – уповать на сознательность самих будущих мам. Ведь сигарета – это бомба замедленного действия, и она еще никому не принесла пользы. Алла Шенфельд, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. Такими были Вести. До встречи. Повышенные нагрузки на глаза. Принимайте чернику Форте Эвалар. Черника Форте от компании Эвалар – самые популярные витамины для зрения. Черника Форте способствует сохранению зрения для всей семьи – взрослым, школьникам. И даже детям с трех лет. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Ветер южный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба будет расти. Температура воздуха ночью по области – 4,6, в Рязани – 3,5 градусов мороза. Днем по области – 1,3, в Рязани – 0,2.